Минувшая неделя принесла множество разноплановых событий. Так, за Волжскому моторному заводу светит переезд в Елабугу, а родственный ему УАЗ взялся выяснять, нужен ли рынку новый патриот. Газель нужна всем, поэтому нижегородский грузовичок примерил новый трехлитровый двигатель, а среднетоннажный газон «Некст» перевели на природный газ. В Тольятти выполняют госзаказы на Нивы Тревел для сельской медицины и готовятся наладить сборку третьего «Логана». События мирового масштаба, премьера нового джипа «Гранд Чироки», запуск производства минивэна «Фольксваген Мультивэн Т7» и оживление проекта спорткаров «Пиех». Эту новость можно озаглавить громким «Прощай, легенда», ибо Заволжский моторный завод, или сокращенно ЗМЗ, свернул выпуск атмосферных бензиновых «восьмерок». Этот мотор, недавно отметивший 60-летие, пережил почти всех, кому предназначался. Остался лишь старичок ПАЗ-3205, которому теперь предстоит перейти на дизельные четверки ЯМЗ. Они мощнее, экономичнее, но, разумеется, дороже. Таким образом, продукции ЗМЗ останутся только бензиновые 16-клапанные четверки из серии ЗМЗ-409. Их единственным массовым покупателем, напомню, сегодня остается Ульяновский автомобильный завод. Годовой объем выпуска 409-х сравнительно невелик, порядка 35 тысяч агрегатов. А потому появились слухи, будто сборку движков перенесут в Елабугу, на моторный завод, которым прежде владел Форд. Как известно, на бывшей фордовской площадке, ныне принадлежащей компании «Солерс», вскоре наладят выпуск турбодизелей для грузовичков «Форд Транзит». И дозагрузка новых мощностей сборкой моторов ЗМЗ выглядит вполне логичной. Впрочем, при таком раскладе жители нижегородского города Заволжья без работы не останутся. В городе продолжит работать огромный «Росолит», плотно загруженный заказами по производству алюминиевого литья. Кстати, как сообщает портал «АвтоВзгляд», руководство Ульяновского автозавода поручило продолжить работу над новым поколением «Патриота». По информации изданий, аналитикам предстоит провести актуальную оценку экономической целесообразности проекта. Напомним, что сам проект, имеющий внутризаводское название «Патриот-2020», предполагает глубокую модернизацию флагмана марки УАЗ с внедрением новой рамы и новой шасси и современных турбированных моторов. Если заводские эксперты дадут ответ, что такой внедорожник нужен российскому рынку, то новинку начнут готовить для постановки на конвейер. В противном случае УАЗу грозит закрытие. В какое-то время завод еще сможет штамповать устаревающие «Патриоты» и «Хантеры», но перспективы просто нет. Между тем, АвтоВАЗ получил большой госзаказ на полторы тысячи внедорожников «Лада Нива Тревел». Машина предназначена для региональной медицины, преимущественно для обслуживания сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В этой новости удивительно то, что федеральные чиновники избрали для медиков не традиционные УАЗовские буханки, а Ниву, притом дорогую, «Тревел» вместо «Легенд». Впрочем, фельдшеров такой выбор наверняка обрадует. Совсем недавно стало известно, что марка Рено не будет выводить новейший Логан и Сандеро на важный рынок Бразилии, хотя дебют моделей вовсю готовился. Поэтому мы было предположили, что глава марки Лука де Мео и нас оставит без франко-румынских бюджетников. Ведь будущую Гранту строят на логановской платформе CMF-B, а босс Рено не любит плодить внутренних конкурентов. Однако новости из Тольятти утверждают обратное. На АвтоВАЗе модернизированы линии сварки, окраски, сборки и контроля. А сейчас кипит работа по установке сварочных линий для изготовления шасси. Пока старт производства Логана и Сандеро третьей генерации назначен на середину 2022 года. По словам инсайдеров, наша версия седана будет похожа на турецкий вариант Рено Толиант, но с другими агрегатами, включая некий новый движок. Логично предположить, что это будет 150-сильный турбомотор от Арканы и Каптюра, но подтверждения этому еще нет. Продолжим тему отечественного автопрома. Газель НН, что появилась этим летом, продолжает обрастать модификациями. Если сперва машина оснащалась лишь турбодизелями Каменс, то теперь получила новый двухтопливный двигатель Эватек 3.0. Свежий атмосферник мощнее и моментнее прежнего, имевшего рабочий объем 2,7 литра. Кроме того, новинка получила чугунный блок цилиндров вместо легкосплавного, а также другие коленчатые вал, головку блока и поршни. Отдельно заявлено, что внедрение принудительного охлаждения поршней маслом снизило общую теплонапряженность движка. Пока готовы бензиновая и метановая версии агрегата, но очевидно, что вскоре газовцы также выведут пропан-бутановое исполнение. Другая новинка из Нижнего Новгорода – метановая версия 10-тонного газона NEX. Модель представляет собой шасси для надстроек, у которого газовые баллоны расположены вертикально за кабиной. На этом шасси будут выпускаться самые разные автомобили, включая мусоровозы, манипуляторы и тому подобное. Объявлено, что грузовик на сжатом природном газе должен оказаться на 40-60% выгоднее своего дизельного собрата. Джип последовательно презентует разные модификации нового Grand Cherokee. Еще зимой миру предъявили удлиненную семиместную версию L, ибо трехрядные SUV особенно популярны среди американской публики. А теперь настал черед представить двухрядный пятиместный вариант. Кузова обеих машин одинаковы, вплоть до центральных стоек, а дальше начинаются отличия. Это уменьшенные проемы задних дверей, измененная форма бокового остекления и укороченный задний свес. В итоге стандартный внедорожник оказался на 30 сантиметров короче длина базного, но все равно вышел сильно крупнее предшественника. Кстати, если прошлый Grand Cherokee базировался на платформе, разработанной совместно с Мерседесом, когда концерн еще назывался Daimler Chrysler, то новая модель перебралась на итальянскую платформу Giorgio. То есть в родственников у Grand Cherokee теперь седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Stelvio. Прежде всего, новая архитектура принесла более жесткий кузов и современную электронику. Скажем, у нового джипа есть трассовый автопилот, множество электронных ассистентов, виртуальная панель приборов, большой тачскрин медиасистемы плюс шайба вместо селектора для управления коробкой передач. А вот технику новый джип унаследовал от прежнего, разумеется, с должными доработками. И это бальзам на сердце для истинных фанатов марки. Ведь набор полноприводных трансмиссий оставлен неизменным. Пружинная подвеска обеспечивает дорожный просвет на уровне 21 сантиметра, а опционная пневматика позволяет встать на цыпочки почти на 29 сантиметров. В базовый инструментарий включена муфта подключения передних колес, но при желании систему можно дополнить понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Так что назвать новинку паркетником язык не повернется. Американскому рынку приготовлены прежние атмосферные бензиновые моторы V6 и V8. Ценителей зеленого образа жизни по обе стороны Атлантики ждет подключаемый гибрид на основе двухлитровой турбочетверки. Такая машина появится и в России в 2023 году. Пиковая отдача бензоэлектрической системы почти 400 сил, что должно скомпенсировать отсутствие у нас восьмицилиндровой версии. А чисто бензиновые Grand Cherokee в стандартной и удлиненной версиях изволят прибыть в Россию одновременно во втором квартале 2022 года. Базовой станет двухлитровая турбочетверка без гибридного довеска. Дизельных двигателей у Jeep нет в принципе, зато любителей традиционных ценностей порадует возможность заказать отделку дорогой кожей и натуральным шпоном. Kia Rio примерил новый логотип марки и расширил палитру цветов. Кроме того, средняя комплектация Luxe отныне заменена исполнением Luxe AV, куда вошла продвинутая медиасистема. Со сменой модельного года машины подорожали на 10 тысяч рублей, но упомянутая Luxe AV оказалась дороже сразу на 35 тысяч. Вся техника осталась прежней. Это пара атмосферников, с которыми работают шестиступенчатые коробки, механика и автомат. Старшее семейство Kia Seed летом пережило модернизацию и готовится выйти на российский рынок. Правда, в усеченном составе. Из нашей гаммы удалена малопопулярная спортивная пятидверка Pro Seed, еще одна потеря – исключение механической коробки передач. С базовым атмосферником 1.6 теперь сосуществует лишь шести диапазонный автомат. И это общая тенденция марки Kia, у которой 9 из 10 проданных машин оснащены автоматами. Кроме того, в отставку уходит турбомотор 1.4. Его заменит полуторалитровый движок нового поколения, с которым заявлен семиступенчатый преселективный робот. Что касается самого рестайлинга. Фары прежней формы начинены диодами, освежились бампер и решетка, и еще отметим необычные черные перемычки, что доходят до колесных арок. Салон раскрывается через новую графику приборов, усовершенствованную медиасистему и встроенную телематику. Также машинам полагается расширенный комплекс электронных помощников DriveWise. В продаже автомобиля появятся до конца года. Как только калининградский автотор освоит сборку хэтчбеков и универсалов из словацких машинокомплектов. Новый кроссовер J.Li Atlas Pro, что представляет собой итог глубокой модернизации обычного Atlas, уже вовсю продается дилерами. Но продается пока только хорошо упакованная мягкогибридная версия, что стоит дороже 2 миллионов рублей. В российском офисе J.Li прекрасно понимают, что рынку нужны исполнения попроще и подешевле. И они готовятся. С классическим автоматом, передним приводом и без электрических надстроек. В продаже такой кроссовер появится буквально через несколько месяцев. В самом начале 2022 года. Британская компания Innoos, что решила бросить вызов самому Land Rover, наладив выпуск собственного Defender, перешла к делу и открыла прием заказов. Для оформления заявки Innoos просят нести возвратный депозит на сумму 450 фунтов евро или долларов. Прайс листов еще нет, но стартовый ценник для рынка Великобритании 48 тысяч фунтов стерлингов. За Land Rover Defender 110 просят лишь немногим больше. Хотя авторы Гренадера напирают на аутентичность облика, надежность конструкции и практичность салона. Дескать, новый Def всего этого лишен. Впрочем, обсуждать надежность преждевременно. Ведь пиарщики продолжают кормить публику общими фразами про шестицилиндровые моторы BMW. А вот реальный набор агрегатов и точные характеристики машины засекречены. Что известно точно, так это начало отгрузок. Июль 22-го года. Выпускать Гренадеры будут во Франции, для чего компания выкупила бывший Даймлеровский завод. Другой громкий стартап общемирового масштаба. Швейцарская PIECH Automotive. Ее основал Антон Пиех, сын покойного Фердинанда Пиеха и правнук Фердинанда Порше. Электрический суперкар под немудренным названием Пиех GT мы впервые увидели в Женеве в 2019 году. Но только сейчас проект вышел на стадию испытаний. Пока есть лишь один экземпляр. Но к концу следующего года фирма обещает склепать целую сотню тестовых мулов. В основе новинки лежит модульная платформа, буквально нашпигованная тяговыми аккумуляторами. Ехать двухтонный суперкар будет за счет трех двухсот сильных моторов. Один приводит передние колеса, еще два независимо вращают задние. Отдельно анонсированы революционные литиево-ионные аккумуляторы емкостью 75 кВт-часов. Их можно будет зарядить до 80% от любого терминала примерно за 7-8 минут. Старт продаж намечен на середину 2024 года. Притом за первые 12 месяцев работы компания готовится продать немалые 1200 машин. И напоследок о Комтрансе. В начале лета Volkswagen выкатил новое поколение мультивена. Машина долгожданной серии Т7 переехала на легковую платформу MQB с низким уровнем пола, возможностью гибридизации и современной электроникой. Предполагалось, что первые автобусы передадут клиентам не позднее августа. Но глобальный дефицит микросхем помешал планам. В итоге Т7 встал на конвейер только сейчас, а реальные поставки отложены аж до ноября. Сначала публике отдадут подзаряжаемый гибрид, в котором 150-сильному мотору помогает 85-киловаттный электродвигатель. Комбинированная отдача системы свыше 200 сил, а тяга передается через шестиступенчатый преселектив. Кстати, с выхода мультивена серии Т7, прежнее семейство Т6-1, вышедшее родом аж из пятого поколения коммерческих фольксвагенов, никуда не денется. В гамме останутся грузовые транспортеры и семейные кемперы Калифорния. Делают шестерки и семерки на одном заводе под Ганновером. Но если сварка машин прошлого поколения автоматизирована на 77%, то на линии новых машин роботы выполняют уже 93% операций.